Добрый вечер дорогие друзья! Второй матч бронзовой серии плей-офф, чемпионат России женской волейбольной суперлиги, в котором встречаются московская «Динамо» и ленинградка «Санкт-Петербург». Этого было не то чтобы недостаточно, но Ирина не увидела помехи в этих действиях. А вот чем отвечает московская «Динамо» Виктория Пушина. Комбинация зона, то, которое нужно для того, чтобы попытаться сравнять счет. Еще одна возможность контратаковать, доверяя Старцева капитану. Перелет, еще одна возможность. И на сей раз Екатерина Евдокимова. Забегание с одной ноги, правда против двойного блока, к чему готова была ленинградка, не смогла его поднять. Атака Горелик по линии из второй зоны. Не успевают москвички на блоке. Теперь Наталья Перейра поднимает Валерия Романова ее атаку. Ну и атаку Валерии Романовой. Москвички подняли в защите. И была повторная передача для Натальи Перейры. Немного узкая. Снова подача Шевченко в Перейру. Евдокимова не вкладывается в удар. Что-то там у них, наверное, не очень удобно было с передачей. Гончарова тоже не забивает. Скинкой только пользуются. Но еще одна возможность будет атаковать у московского «Динамо» Маргарита Курила. Очень точно, сильно забивает из шестой зоны. Чернова сама принимает. Виктория Пушина пропускает мяч. Переходящий. И хорошо в защите были. Готовы москвички. И очень быстрая доводка. Передача Гончаровой. Справляются москвички. Гончарова. Немного не в темп вышла Наталья на передачу Евгении Старцевой. Но удалось организовать вторую атаку. И уже сейчас Виктория Пушина получила мяч. Снова передача Горелик. И не смыкаются блокирующие московского «Динамо», раз за разом пропуская Анастасию Горелик. Снова какая-то неудачная атака Евдокимовой. Но будет еще возможность Гончарова отыграть подачу. И скидкой в шестую зону резкой. Снова сложности у московского «Динамо». И отскок в лицо Евгении Старцевой, Ода Блока. Потому что при не очень удачной доводке сложно отдать мяч Гончаровой, как вот сейчас сделала Евгения Старцева. А в предыдущем розыгрыше Наталье Перейре приходилось прямо в ноги. Романовой получился. Еще одно блокирование. Удачное очковое московского «Динамо». Теперь это Евгения Старцева против Анастасии Горелик. И сравнивается счет 19-19. Выигранная подача. Ну, недолго длилась радость московского «Динамо». Снова Курилы не рискует атаковать. Скидка. И мяч получает Анастасия Чернова, которая заканчивает первую партию в 25-21 в пользу Ленинградки. Великолепная атака. Очень быстрое, высокое исполнение Ирины Королевой. Вот с отыгрышем подача у московского «Динамо», конечно, не лады. И с организацией атаки не все так хорошо, как у Ленинградки, где Анастасия Чернова зарабатывает еще одно очко. Вот этот вариант, даже когда догнали, сравняли счет на сквичке, для того, чтобы отвлечь внимание блокирующих Ленинградки от крайних нападающих своей команды. А вот именно Наталья Гончарова исправляется и забивает очень важную контратаку. Продолжит подавать Екатерина Евдокимова. И да, действительно, видимо, Константин Шоков все-таки дал указание и сменить направление подачи. Но, тем не менее, Ленинградка организует вторую возможность и успешно для того, чтобы отыграть подачу. Валерия Романова это делает. Выбивает Анна Шевченко мяч вверх, для того, чтобы Чернова могла атаковать. А Гончарова умело снова пользуется тем, что знает, где находится пустое место в защите, не умаляя всех усилий Ленинградки. Счет сравнивается. 14-14. Недолго лидировали москвички. Скидка Натальи Перейры. Успевают просунуть руку под мяч защитницы. И еще одна скидка Гончаровой. На сей раз Анна Мельникова в защите. Нет либера у Ленинградки в данный момент на поле. Моменты более легкие для реализации не забиваются. Потом уже третью контратаку, конечно, сложно забить в более тяжелых условиях. Маргарита Курила отыгрывает подачу московского «Динамо». Но все будет зависеть от приема подачи Маргариты Курила. Прием очень хороший. И, как и говорил Александр Кашин в начале своего тайм-аута. Наконец-то против одиночного блока осталась Наталья Перейра и получила передачу именно в этот момент. Горелик бьет в диагональ. Старцев вверх высоко поднимает мяч. А вот передача Гончаровой, это даже, ну, не знаю, сложно назвать передачей вообще. Чернова бьет. Москвички отбиваются, но удобнее сейчас атаковать. Горелик было, но Кушина вовремя это предвидела и помогла Наталья Перейра. Без атаки москвички простой мяч получает Ленинградка. Играют с Королевой. Пытались отбить за москвички, но не получилось. Снова скидка в Гончарова. Достает мяч Наталья, но он уходит на сторону соперника. А там Ирина Королева по нему спокойно бьет и уже... Хорошая доводка в Ленинградке. Быстрая передача в четвертую зону. Юлия Кутюкова атакует, ну, не встречая сопротивления блокирующих. Скидка Натальи Перейры была легко поднята. Анастасия Горелик провела обманный удар. Укороченная подача Анны Шевченко. И в итоге остались москвички без атаки. Смотря на то, что вроде бы она даже и принята была, но... Отдают Динамо очки. Трудится Маргарита Курила на приеме. Кушину блокирует. Ленинградка Чернова в атаке и спасает всех. Анна Подкопаева. Но мяч переходящий достается Ленинградке. И, конечно, Маргарита Курила. Мяч на сетке. Ана Шевченко быстрее принимает решение, как ему распорядиться. Снова низкая Евдокимова на зоне. И снова возможность контратаковать именно у Ленинградки. А московскому Динамо приходится все равно всегда бороться с тройным блоком. И если бы не это мастерство Натальи Перейры... Укороченная подача. Выключена из атаки Пушина. Страхует очень хорошо Перейру Курила. Но и Гончаро. Созданы сложные условия для атаки. Наталья сама еще в защите играет. И сейчас Перейра. Но и Юя Кутюкова мастерски защищается. И сама атакует. Также есть защитник и у московского Динамо. Анна Подкопаева. Теперь Перейра по линии. Черновый мяч спасает. И Подкопаева делает тоже. Опять все зависит от Гончаровой. Решает атаковать переходящий мяч Анастасия Горелик. Но Виктория Пушина верно, четко, ровно прыгнула. Москвички тоже умеют принимать неплохо. А Елизавета Синицына рискует. Отбились москвички. Вот первые атаки ленинградки. А здесь быстро и снова правильно. Видя будто бы руки блокирующих, превосходно владеющих защищаться и контратаковать. Анастасия Чернова очень сильно бьет. Выигрывает партию. Сминая защиту московского Динамо. И ленинградка повела в счете по партиям 2-1. Неудачный прием на подачу у ленинградки. Возможность контратаковать у московского Динамо завершает Екатерина Евдокимова. Наконец-то. Работает защита в ленинградке. Чернова рискует. Курила защитилась. Агончарова атакует. И Курила еще успела Наталью подстраховать. Снова затягивается розыгрыш. Предельно аккуратные обе команды. И забивает все-таки московская Динамо Наталья Перейра. Многое нужно было сделать для того, чтобы дотерпеть и реализовать эту атаку. Видим мы уже и противостояние на сетке. Здесь между нападающими атаку Ирины Королевой не смогла. Евгения Старцева, наверное, хотела выполнить скидку чуть-чуть получше. Но не получилось. И еще и защитит Валерия Перова достала атаку Натальи Перейры. Но Старцева исправляется здесь. Чуть более активно подключается Евгения. И все-таки выигрывает мяч. И снова Виктория Пушина. Атакует центре сетки. А теперь меняет направление атаки Анастасия Чернова. И правильно делает. Потому что обводит блок, на котором держится сетка. Маргарита Курила дважды пыталась заставить Ленинградку ошибиться своими атаками. Но нет. И вот что бывает после вот такой вот странной неразумной деятельности. Я вспоминаю. Скидка Кутюко легко обработала ее Гончарова. Но также легко защищалась Ленинградка от Перейры. Теперь подстраховали Кутюко. Сама Юля успела это сделать. А Виктория Пушина забивает очередную контратаку. Ей чаще доверяет Евгения Старцева. И... Сама Кутюко бьет. Защита. Кстати, вот интересно. А в чем дело-то? Мяч пролетал за антенны на сторону Ленинградки. Старцева прекраснейшая. Замечательно. Это должно войти в учебнике волейбола. Да. И нервы не выдержали именно у судьи на вышке. Потому что он не видит, в какой плоскости мяч перелетает. Давайте посмотрим. Я помолчу. Мяч летает. Да, Антенни? Дальше, да. Смотри, Старцева. Красавец. Должен был розыгрыш продолжаться, но был остановлен цистком. Будет переигрываться. Ну, конечно, чего ожидать, если человек без блока не может попасть в площадку, то уже защиты. Виктория Пушина вновь атакует. На этот раз взлет. Все у нее хорошо получается. Сильно подавала Маргарита Курила. Также первый темп использует Ленинградка. Вернулась Чевченко. Она-то гораздо лучше знает своих центральных. И со второй попытки Анна Мельникова уже скидкой, но отыгрывает подачу. Ленинградки. С касанием руки Горелик мяч выбрасывает в аут. Блокирует Чернова у Динамовки. Есть страховка у Ленинградки. Просто переброшен мяч на сторону Динамо. Бьет Гончарова. И снова в защите лучше Ленинградка. Мяч завис над сеткой. Могла его по правилам блоком играть Екатерина Евдокимова. Защищается хорошо Маргарита Курила. Вот в нескольких розыгрышах она была полезна. Снова атака Черновой через Тарцеву. И снова блок. Четвертая партия остается за московским Динамо. Високо бьет Наталья Перейра. Защищается Ленинградкой. Но не атакует Валерия Романова. Двумя руками мяч перебрасывает. Гончаровой сложно. Только скидка. И Горелик задней линии бьет. Хорошая защита. Маргарита Курила ее исполняет. Но и Валерия Перова против атаки Перейры лучше. Сохраняет Ленинградка мяч для повторной атаки Романовой. И Перейра уже у московского Динамо. Отбивается Ленинградка. Гончарова. Снова Ленинградка в защите творит чудеса. Рискует. Горелик бьет. Старцева защищается. Сложнейший мяч для Перейры. И снова Ленинградка спасает мяч в защите. Лучше доводкой, лучше условия. Теперь Гончарова все-таки забивает. Этот мяч остановились сейчас и игроки Ленинградки для того, чтобы передохнуть. Так же, как и москвички празднуюя розыгрыш. Игрыш обнимается стоя и держит паузу для того, чтобы отдышаться. Сейчас Чернова против одиночного блока. Спасает мяч в защите Анна Подкопаева. Скидка Гончаровой бросается за ней в полете Анна Шевченко. Но не может она вернуть мяч. Не выходит прием четкий у Валерии Перовой. Без атаки остается Ленинградка. Контратаку у московского «Динамо» пыталась завершить Наталья Перейра. Сейчас еще москвички будут пробовать сделать это еще раз. Наталья Гончарова 10 очко приносит московскому «Динамо». Анастасия Черно на этот раз точна и очень хорошо обыгрывает «Ленинградка». Повторная атака. Вераздо лучшие условия. Но Анастасия Горелик прыгнула вместе с нападающей московского «Динамо» и занесла руки на сторону соперника. Еще и помогает на блоке сейчас. Капустина страхует. Контратака задней линии Перейры. Поднимает «Ленинградка» мяч. Но дальше некому почему-то остается пасовать. И снова такие... И матч завершается победой московского «Динамо». Блоком закрывают атаку Анастасии Горелик «Динамо». И сравнивают счет в серии за бронзовые медали чемпионата России. Спасибо за внимание. Благодарим наших болельщиков, зрителей и трансляции. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!